Всем привет! В этом году погодка не радует туристов, но как только появился теплый денек, все начинают искать себе интересное занятие. Одно из которых это рыбалка в открытом море. Вот и мы отправились за морскими ощущениями. Все, мы приехали на место встречи. Морской бульвар 1. Припарковались и сейчас будем двигаться навстречу. Для улова время выбрали не самое подходящее. Встреча состоялась в Меретинской низменности на береговой линии от причала, где нас ждал организатор группового морского мероприятия. Все, вот мы встретились с нашей командой, будем с ними рыбачить. Вот она вторая линия. Когда вся группа собралась, мы пошли к лодке. Там нас встретил капитан судна. Рыболовное снаряжение брать с собой не нужно. Все предоставляется на катере. От нас только позитивный настрой и хорошее настроение. Вот наш катер. Мы разместились и поплыли в открытое море. Место ловли выбирал капитан. Мы разместились и поплыли в открытое море. Перед началом рыбалки нас проинструктировали. Любая коричневая рыба, ее нельзя трогать, зовете меня, я подхожу, снимаю аккуратно. Любую серебристую рыбу снимаем со стороны ручно, вложим в ведро. В Черном море водится рыба, называется морской дракон. Она имеет коричневый цвет на спине, черные точки какие-то, пятнистые. И характерная корона черная на спине. За нее трогать ни в коем случае нельзя, вплоть до ампутации. По сторонам ныряли дельфины. Они радовали глаза смотрящих на них рыбаков. И там тоже, да, их тут много? Ой, как близко! Маш. Ага. Че ты свистишь? Наконец, началось морское развлечение. Слегка покачивающиеся от морского волнения лодки, все дружно взялись за многокручковые удочки и принялись ловить. Рыбалка в морской воде по технике от речной или озерной сильно отличается. На море присутствует сильное течение, приливы и отливы, что создает дополнительные трудности для рыбака. Морские обитатели при усилении ветра уходят на глубину и прячутся в водорослях или между камнями. Поэтому для успешной ловли необходимо придерживаться интенсивной техники забросов. А вчера возил ты кого-то? Вчера вы ходили? Я нет. Ребята ходили, но там мало-мало улов. Мало? И сейчас они тоже ходили, ничего нет. Сетка есть? Дельфин деликатес. Вот, вот, Ира. Далеко. На первом месте никому не удалось поймать рыбу. И мы отплыли на другое, где уже каждый присутствующий сумел поймать по одной рыбке. Компания была радостная и дружная. Нам включили музычку и стало еще веселее. Что-то есть? А, маленькая. Ну, уже хорошо. Акула! Ставрида! Уже побольше. Класс! Сюда, смотри. Да. С зимой. Убар. Надо сразу будет вырубать. А я ее попробую. Ставрида? Да. Потом мы снова поменяли место. Путь держали к границе Абхазии. Там еще словили несколько штук. Когда время подходило к концу, капитан нашего веселого судна пожарил для нас пойманную рыбку из 12 штук. Ставриды и хамсы. Сейчас будет рыбка жариться. То, что наловили ребята на этой лодке. Перекус на свежем морском воздухе был просто восхитительным. После трапезы мы стали возвращаться обратно. Уже ближе к порту сделали последнюю остановку и попытались еще что-нибудь поймать. Но не удалось. Для тех, кто находится в поисках активного отдыха в Сочи, гостям курорта предлагают совместить приятное с полезным и побывать на туристической рыбалке в открытом море, где вы получите много позитива, заряд энергии и хорошее настроение на весь день. Это по-настоящему незабываемый отдых.